Профессия ювелира считается одной из самых древних, потому что украшать себя люди любили всегда. Но, конечно, раньше они использовали более простые, доступные подручные материалы, будь то ракушки, дерево или клыки убитых ими животных. Ну а самые роскошные и богатые украшения носил вождь племени. Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов самоцветами. Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В них использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. Традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера, радуя нас прекрасными изделиями, отвечающими всем канонам ювелирного искусства. Ювелирное искусство казахского народа продолжает традиции древних мастеров. Казахские ювелиры-зергеры в основном работали индивидуально и передавали знания из поколения в поколение. Так же, как и шимкенский художник-ювелир Икрам Рафиков. Икрам Рафиков вырос в семье художников. В сферу его деятельности выбрал отец, отправив под мастерьем к своему другу-ювелиру. Из юных лет эта тонкая и кропотливая работа покорила сердце Икрама. Его фишкой являются изделия в национальной стилистике, изготовленные из мельхиора, серебра и натуральных камней. Эскизы ювелирно ходят в древних книгах, адаптируя к нашему времени. Особой гордостью мастера являются мужские пояса, на изготовление которых уходят недели. Это должен быть дар, должны быть наклонности к этому. И потом нужно от самого человека усердие в этом деле, терпение и устремленность. Потому что если он не поставит себе цель, например, просто я сейчас поработаю ювелиром год-два, а потом может быть наймусь чем-то другим, то у него наверняка это не получится. Он должен как бы полностью посвятить себя этой профессии, я так думаю. Икрам признался, что нисколько не жалеет о выборе редкой в наше время профессии, а многочисленные грамоты и дипломы – подтверждение тому, что он не ошибся. Его работы неизменно занимают первые места на таких конкурсах, как щебер, зергер, красоты юга. Да и клиентов хватает. Эксклюзивные украшения становятся лучшим подарком, которые передаются по наследству. И, как говорят ювелиры, пока живы женщины, будут жить ювелиры.